Компания с двумя маленькими детьми отдыхала с обеда на этом месте. Вечером к ним подошел неизвестный в черной форме и потребовал удалиться. Когда компания уже собиралась, он вернулся с подкреплением. Мужчины не просто избили отдыхающих, но и открыли стрельбу. По словам пострадавших, обидчики возвращались трижды. Их не остановило присутствие маленьких детей, даже появление участкового. Избиение и стрельбу они продолжили и в его присутствии. Пострадавшие просят не показывать их лица и не называют настоящие имена. Боятся продолжения расправы. Они на глазах у сотрудника милиции зверски избивали моего товарища. Они на моих глазах зверски избили мою жену, которая впоследствии потеряла сознание и у которой достаточно тяжелые травмы лица. Жена Игоря вместе с подругой попыталась остановить драку, нападавшие избили и женщин. После удара по лицу Ирина лишилась сознания. Это все было на глазах у деток, перепуганных, которые плакали. Они себя вели, будто бы получают от этого удовольствие. Потом они достали оружие, начали передавать друг другу и начали обстреливать ребят, просто лежачих на земле. Это было зверски и страшно. Другу семьи Вадиму повезло еще меньше. Он получил многочисленные гематомы, ссадины и ранения от резиновых пуль. Мы с этим участком пошли к велиотраде. Я хотел узнать, кто меня избил, почему вообще, выяснить, что случилось, на каком основании меня избили. Там стояла толпа уже, мы начали подходить к ним. Вдруг, ни с того ни с сего, меня начали избивать, стрелять сначала начали, четыре человека. И как последствия оказалось из травматического пистолета и газового. Пострадавшие предполагают, что на них напала охрана и клиенты ресторана «Вилла Отрада». Руководство же заведения заверяет, охрана не носит оружие, а кто нападал, не знают. У них своя правда. Эти люди уже не выдержали и начали с ним объясняться. И это объяснение закончилось не в пользу этого товарища, потому что он их оскорблял, и они уже разгневанные, побежали за ним. И я тогда услышал и стрельбу, их было трое. Их было трое. Первый раз вижу. Охранник, который дежурил в тот день, уверяет, что не знает, кто бил посетителей. Говорит, избитый мужчина пытался найти обидчика в ресторане, но его не пустили. Когда молодой человек перешел уже на нашу территорию, уже у него не хватало несколько зубов. Потому что это он громко заявлял. И искал виноватого. Достаточно... Он очень хотел найти человека, который был виновен в этом. Это его очень сильно мучило, и он не мог успокоиться никак. Но, по всей видимости, он все-таки нашел его. Но чуть-чуть дальше нашего заведения. Пострадавшие написали заявление в милицию. Там косвенно подтверждают их версию. Но в подробностях дело разберется следствие. Начато уголовное производство. Сначала между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Затем один из охранников, как я уже говорила, выхватил травматическое оружие и нанес телесные повреждения, в результате которых двое мужчин получили телесные повреждения. В настоящий момент их жизни и здоровье ничего не угрожает. Следственным отделом начато уголовное производство по статье хулиганства. Пока нападавших не нашли, но пострадавшие уверяют, хорошо запомнили лица обидчиков. Если стрелявших найдут и докажут их вину, им грозит до семи лет тюрьмы. Екатерина Лапицкая, Александр Пережирин, Первый городской.